Легковые машины, внедорожники, микроавтобусы и не только. 10 ноября в Твери состоялась очередная церемония по вручению полицейским новой техники, благодаря которой их служба станет полегче, а жизнь преступного мира заметно осложнится. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. Александр Лебедев хоть и числится участковым в Оржеве, но по службе приходится выезжать и в район. Иногда до 10 раз в день. Поэтому тут особенно важно проходимая и ремонтопригодная машина. Например, как только что полученная им Нива. Бывает, ты выезжаешь и в районы, где дорог, не очень хорошие дороги. Поэтому необходимо, да, Нива вообще хорошо, замечательная машина для мобильности, для проходимости, чтобы доехать до какой-то деревни. Такую же Ниву получил и Центр кинологической службы. Его руководство отмечает, что подобная церемония для них уже не первая в этом году. В результате практически все подразделение теперь несет службу исключительно на новой технике. Заменили у нас весь автопарк практически на 80% специализированными автомобилями. Это газель для перевозки служебных собак и также висы. Это на базе Нивы тоже автомобиль повышенной проходимости тоже нам очень нужен. В принципе, мы сейчас, наша служба как бы фактически укомплектована автотранспортом. Кроме кинологов, новый спецтранспорт пополнил автопарк управления ГИБДД, уголовного розыска, отдельного батальона охраны и конвоирования, а также 16 районных и межмуниципальных отделов многих субъектов Верхней Волжья. Бежевского, Вышневолодского, Западно-Двинского, Киморского, Краснохолмского, Нелидовского, Осташковского, Ржевского, Торжокского, Удомельского, а также Балаговского, Конаковского, Лихославльского, Калининского районов. Зато озерный и зато солнечный. Указанные транспортные средства пойдут на обеспечение деятельности основных служб органов внутренних дел. Большая часть поступает на вооружение дорожной патрульной службы поседательной инспекции безопасности дорожного движения. В духе времени техническое пополнение представляет собой не только 68 автомобилей. Полицейским в этот день вручили еще и квадрокоптеры, тепловизоры, а также фотоловушки. Все это позволит повысить эффективность работы участковых оперуполномоченных по выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию правонарушений, а также обеспечению общественной безопасности жителей региона. Это лишь наш небольшой вклад в обеспечение правопорядка на территории нашего региона и всей Российской Федерации. Президент Владимир Владимирович Путин четко отметил, что наши органы внутренних дел всегда стоят на охране правопорядка, круглосуточно, всегда вежливо и уважительно относятся к нашим гражданам. Напомним, что с 2017 года правительством Тверской области приобретено почти 300 автомобилей для дорожно-патрульных и дежурных служб, участковых полномочных полиций и следственных подразделений Верхней Волжи. Все это говорит о том, что техническое обеспечение правоохранительных органов является одним из приоритетов в работе региональных властей.